Михаил Афанасьевич Булгаков. Мастер и Маргарита. Глава третья. Седьмое доказательство. Да, было около десяти часов утра, досточтимый Иван Николаевич, сказал профессор. Поэт провел рукою по лицу, как человек, только что очнувшийся, и увидел, что на патриарших вечер. Вода в пруде почернела, и легкая лодочка уже скользила по ней, и слышался плеск весла и смешки какой-то гражданки в лодочке. В аллеях на скамейках появилась публика, но опять-таки на всех трех сторонах квадрата, кроме той, где были наши собеседники. Небо над Москвой как бы выцвело, и совершенно отчетливо была видна в высоте полная луна, но еще не золотая, а белая. Дышать стало гораздо легче, и голоса под липами теперь звучали мягче, по-вечернему. Как же это я не заметил, что он успел сплести целый рассказ, подумал бездомный в изумлении, ведь вот уже и вечер. А может, это и не он рассказывал, а просто я заснул, и все это мне приснилось? Но надо полагать, что все-таки рассказывал профессор, иначе придется допустить, что то же самое приснилось и Берлиозу, потому что тот сказал, внимательно всматриваясь в лицо иностранца. Ваш рассказ чрезвычайно интересен, профессор, хотя он и совершенно не совпадает с евангельскими рассказами. «Помилуйтесь», – нисходительно усмехнувшись отозвался профессор. «Уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в евангелиях, не происходило на самом деле никогда. И если мы начнем ссылаться на евангелие, как на исторический источник», – он еще раз усмехнулся, и Берлиоз осекся, потому что буквально то же самое он говорил бездомному, идя с тем побронные к патриаршам прудам. «Это так», – заметил Берлиоз, – «но боюсь, что никто не может подтвердить, что и то, что вы нам рассказывали, происходило на самом деле». «О, нет, это может кто подтвердить», – начиная говорить ломаным языком, чрезвычайно уверенно ответил профессор и неожиданно таинственно поманил обоих приятелей к себе поближе. Те наклонились к нему с обеих сторон, и он сказал, но уже без всякого акцента, который у него черт знает почему то пропадал, то появлялся. Дело в том, тут профессор пугливо оглянулся и заговорил шепотом, что я лично присутствовал при всем этом, и на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте, но только тайно, инкогнито, так сказать. Так что прошу вас, никому ни слова, и полный секрет. Тссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс голосом спросил он. А я только что сию минуту приехал в Москву, растерянно ответил профессор. И тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый пуст, черен и мертв. Вот тебе все и объяснилось, подумал Берлиол в смятении. Приехал сумасшедший немец или только что спятил на патриарших. Вот так история. Да, действительно, объяснилось все. И страннейший завтрак у покойного профилософа Канта, и дурацкие речи про подсолнечное масло и Аннушку, и предсказания о том, что голова будет отрублена, и все прочее. Профессор был сумасшедший. Берлиол в тот час сообразил, что следует делать. Откинувшись на спинку скамьи, он за спиной профессора замигал бездомному, не противоречивому ему, но растерявшийся поэт этих сигналов не понял. Да, 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 возбужденно говорил Берлиол, впрочем, все это возможно, даже очень возможно, и понтий пилат, и балкон, и тому подобное. А вы одни приехали или с супругой? Один, один, я всегда один, горько ответил профессор. А где же ваши вещи, профессор? Вкратчиво спрашивал Берлиол. В метрополе? Вы где остановились? Я? Нигде, ответил полоумный немец, тоскливо и дико облуждая зеленым глазом по патриаршим прудам. Как? А где же вы будете жить? В вашей квартире? Вдруг развязно ответил сумасшедший и подмигнул. Я очень рад, забормотал Берлиол, но право, у меня вам будет неудобно, а в метрополе чудесные номера, это первоклассная гостиница. А дьявола тоже нет, вдруг весело осведомился больной у Ивана Николаевича. И дьявола. Не противоречь, одними губами шепнул Берлиол, обрушиваясь за спину профессора Игоря Маснича. Нету никакого дьявола, растерявшись от всей этой муры, вскричал Иван Николаевич, не то, что нужно. Вот наказание. Перестаньте вы психовать. Тут безумный расхохотался так, что из липа над головами сидящих выпорхнул воробей. Ну уж это положительно интересно, трясясь от хохота, проговорил профессор. Что же это у вас, с чего не хватишься, ничего нет. Он перестал хохотать внезапно. И, что вполне понятно при душевной болезни, после хохота впал в другую крайность, раздражился и крикнул срово. Так стало быть, так таки и нету. Успокойтесь, 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 профессор, бормотал Берлиоз, опасаясь волновать больного. Вы посидите минуточку здесь с товарищем бездомным, а я только сбегаю за угол, звякну по телефону, а потом мы вас и проводим, куда вы хотите, ведь вы не знаете города. План Берлиоза следует признать правильным. Нужно было добежать до ближайшего телефона автомата и сообщить в бюро иностранцев о том, что вот, мол, приезжий из-за границы, консультант, сидит на патриарших прудах в состоянии явно ненормальном. Так вот, необходимо принять меры, а то получается какая-то неприятная чепуха. — Позвонить? Ну что же, позвоните, — печально согласился больной и вдруг страстно попросил. — Но умоляю вас на прощание, поверьте хоть в то, что дьявол существует, а большим я уж вас и не прошу. Имейте в виду, что на это существует седьмое доказательство и уж самое надежное, и вам оно сейчас будет предъявлено. — Хорошо, хорошо, — фальшиво-ласково говорил Берлиоз и, подмигнув расстроенному поэту, которому вовсе не улыбалась мысль караулить сумасшедшего немца, устремился к тому выходу с патриарших, что находится на углу Бронной и Ромолаевского переулка. А профессор тот же час как будто выздоровел и посветлел. — Михаил Александрович! — крикнул он вдогонку Берлиозу. Тот вздрогнул, обернулся, но успокоил себя мыслью, что его имя и отчество известны профессору также из каких-нибудь газет. А профессор прокричал, сложив руки рупором. — Не прикажете ли, я велю сейчас дать телеграмму вашему дяде в Киев? И опять передернуло Берлиоза. Откуда же сумасшедший знает о существовании киевского дяди? Ведь об этом ни в каких газетах уж, наверное, ничего не сказано. Эге-ге, уж не прав ли бездомный? А ну-ка документы эти липовые. Ах, да чего, странный субъект. Звонить, звонить, сейчас же звонить, его быстро разъяснят. И ничего не слушая более, Берлиоз побежал дальше. Тут, у самого выхода на Бронную, со скамейки навстречу редактору поднялся в точности тот самый гражданин, что тогда при свете солнца вылепился из жирного зноя. Только сейчас он был уже не воздушный, а обыкновенный, плотский. И в качающихся сумерках Берлиоз отчетливо разглядел, что усишки у него, как куриные перья, глазки маленькие, иронические и полупьяные, а брючки клетчатые, подтянутые настолько, что видны грязные белые носки. Михаил Александрович так и подпятился, но утешил себя тем соображением, что это глупое совпадение, и что вообще сейчас об этом некогда размышлять. Торнигета ищите, гражданин, треснувшим тенором осведомился клетчатый тип. Сюда, пожалуйста, прямо, и выйдите куда надо. С вас бы за указание на четверть литра поправиться бывшему легенту. Кривляясь, субъект на отмышь снял жакейский свой картузик. Берлиоз не стал слушать попрошайку и ломаку регента. Подбежал к турникету и взялся за него рукой. Повернув его, он уже собирался шатнуть на рельсы, как в лицо его брызнул красный и белый свет. Загорелась в стеклянном ящике надпись «Берегись трамвая». Тотчас и подлетел этот трамвай, поворачивающий по новопроложенной линии Сермалаевского на Бронную. Повернув и выйдя напрямую, он внезапно осветился изнутри электричеством, взвыл и наддал. Осторожный Берлиоз, хоть и стоял безопасно, решил вернуться за рогатку. Переложил руку на вертушке, сделал шаг назад. И тотчас рука его скользнула и сорвалась. Нога неудержима, как по льду, поехала по булыжнику, откосом сходящему к рельсам. Другую ногу подбросила, и Берлиоза выбросила на рельсы. Стараясь за что-нибудь ухватиться, Берлиоз упал навзничь, не сильно ударившись затылком, а булыжник, и успел увидеть в высоте, но справа или слева он уже не сообразил, позлощенную луну. Он успел повернуться на бок, бешеным движением в тот же миг подтянув ноги к животу. И повернувшись, грест глядел, несущаяся на него с неудержимой силой, совершенно белое от ужаса лицо женщины-вагоновожатой и ее алую повязку. Берлиоз не вскрикнул, но вокруг него отчаянными женскими голосами завизжала вся улица. Вожатая рванула электрический тормоз, вагон сел носом в землю, после этого мгновенно подпрыгнул, и с грохотом и звоном из окон полетели стекла. Тут в мозгу Берлиоза кто-то отчаянно крикнул «Неужели?». Еще раз, и в последний раз, мелькнула нуна, но уже разваливалась на куски, и затем стало темно. Трамвай накрыл Берлиоза, и под решетку патриаршей аллеи выбросила на булыжный откос круглый темный предмет. Скатившись с этого откоса, он запрыгал по булыжной бронной. Это была отрезанная голова Берлиоза.